Добрый день, уважаемый Тихот. Приветствую тебя, уважаемая Дульсинея. Между нами сотни километров. Этот телефон — это единственная возможность с тобой связаться. Связываемся мы с тобой по такому вопросу. У нас сейчас дискуссия, которая звучит так. Внушаемость людей скорее благо, чем зло. Мы с тобой смотрели документальный фильм «Я и другие». В фильме показано несколько социально-психологических экспериментов. Эксперименты эти подтвердили внушаемость большинства людей. Например, если все в какой-либо группе на чёрную пирамидку скажут «белая», то и новый член группы тоже повторит за всеми «белая», хотя видит он чёрную. Вот оказывается, наши мысли на самом деле не наши мысли, и каждый из нас соткан из чужих мыслей и внушений. А мы-то думали, что мы такие индивидуальные, думающие. И это в то время, когда каждый из нас хочет напялить на себя те же джинсы, что и у Танюши из соседнего подъезда. У нас с тобой, Дульсинея, по этой теме возник спор. И вот мы решили разрешить его на наши пассианс-дискуссии по правилам дискуссионного клуба Полтава. Вопрос мы с тобой сформулировали таким образом. «Внушаемость людей скорее благо, чем зло». Я подготовил и озвучу аргументы в пользу позиции «скорее благо», а ты, Дульсинея, в пользу позиции «скорее зло». Итак, давай начинать нашу дискуссию. Я тебе предлагаю сейчас озвучить твой первый синий аргумент. Да, спасибо. Итак, мой первый синий аргумент. Внушаемость — это зло. Потому что особо утрачивает свою индивидуальность, а без индивидуальности нет индивидуума. И он полностью становится рабом какой-то идеи внушенной, которая ему чужда. А как же тогда свободный полет мысли, трудный период выбора решений и восхищенный шепот «ты такой особенный»? А никак, за тебя уже все сделали, проживали, и тебе только проглотить и стать в общий строй. Мы где-то уже слышали это, правда? В советских фильмах часто порицательно звучали голоса немецких солдат. Все раздумает за нас. Да и в нашем недалеком прошлом, весело шагая пионерским звеном, мы четко чеканили шаг в такт речевки. Партия — наш рулевой. Вывод. Вместе весело шагать по просторам и, конечно, подпевать лучше хором, но тогда слова «ты особенные» не о тебе. Я закончила, уважаемый чехот. У меня такое возражение. Вот ты сказала, что человек теряет свою индивидуальность, но вот сразу возникает вопрос. Нужна ли такая индивидуальность? Ты ведь сама сказала, что мы вместе шагали хором, и всем было хорошо. А если человек индивидуалист, ему плохо. Да, у меня есть возражение на трою. Возражение такое, что, конечно, более комфортно шагать вместе с троем и быть в трою и ничем не выделяться. Так более безопасно. Но когда мы хотим чего-то нового и яркого, мы всегда ищем что-то, что бы отличило нас из серой массы и серой толпы. Поэтому те люди, которым важно быть особенным, быть индивидуальным и не похожим на других, на других в хорошем смысле этого слова, просто быть индивидуальностью, то для них это не подходит, чтобы стоять вместе в одном строю. Я понял. Я тебя услышал. А теперь моя первая синяя карточка-аргумент «Пользу внушаемости как благо». Звучит он так. «Лебедь, рак и щука». Басня Ивана Крылова, впервые опубликованная в 1814 году. «Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука, вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись, и с кожи лизут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав судить не нам, да только воз и ныне там». Так вот, чтобы воз человеческой цивилизации двигался, люди должны прийти к согласию, «внушаемость» — это один из механизмов достижения такого согласия. Психологическое качество личности, выработанное эволюционно, оно нужно нам для того, чтобы выжить, а не пирамидки в экспериментах перекрашивать. Я закончил, уважаемая Дусинея. «Угу, хорошо. Значит, у меня такой вопрос. Нужно ли обязательно потерять индивидуальность для того, чтобы двигаться к общей цели?» «Полностью человек не теряет свою индивидуальность. Это же мы берём крайние аспекты, но по тому эксперименту, что мы с тобой посмотрели, в целом они похожи на других. То есть, всех людей можно разделить на определённые группы, классы. И они не до такой степени индивидуальны, как они могут себе это придумать. И эксперименты в этом фильме, они это наглядно показывают, что люди не настолько индивидуальны. Вот такой мой ответ. Хорошо. Слушаю твой второй аргумент зелёный. Да, мой второй зелёный аргумент называется «Цена за принятие». Как видно, из предлагаемых нам в фильме экспериментов, люди, которые дали себя победить и выступили под натиском общества, они испытали чувство от дискомфорта до явных душевных мук. Взвесив цену зоны комфорта, выбрали компромисс с самим собой, то есть признали явную ложь. Вот как раз про обе пирамидки белые. Они это сделали, лишь бы сохранить призрачное единство. То есть все люди, в приори, хотят быть принятыми в обществе. И все понимают, что за принятие нужно платить. Ещё есть интервью, где профессор Мухина, которая была главной ведущей в этом фильме, рассказывает, как долго ей пришлось работать над восстановлением Личности с одним из испытуемых. Он очень пострадал во время этих экспериментов, хоть они были такими вроде бы несложными. Психика молодого человека не выдержала, и потом пришлось его долго восстанавливать. Что вот всё-таки цена за принятие, это каждый человек должен об этом помнить и сам должен решать, что хочет ли он за это платить. У меня всё. У меня такое возражение. Этот человек, который ты сказала, он, наверное, осознал, что его обманули, и он обманулся, и он страдал от этого. А большинство людей об этом даже и не догадываются, что они, оказывается, думают не своими мыслями, а чужие. И если они осознают то, как они принимают свои мысли, возможно, они придут в ужас от того, что они, оказывается, не самостоятельны. Я скажу, что это как раз был тот молодой человек, который был с портретами, когда была женщина в сотке и мужчина в сотке. И вот когда ребята его так убедили, причём там была ещё заранее моделирована ситуация, когда перед экспериментом они вместе выпили чаю, говорили, и он почувствовал себя принятым в этом обществе, ему было там комфортно. И потом, когда он пришёл на эксперимент, и ребята начали говорить, что он не видел, сначала он говорит, что я сначала смеялся, потом удивлялся, а потом я понял, что. Я вижу не то, но я боялся потерять вот эту вот привычную дружбу, которая, как ему казалось, самих уже зародилась. И когда он пошёл им навстречу, оказалось, что вот именно в этот момент его психика не выдержала вот этого надлома, компромисса с самим собой. То есть, всё-таки я подтверждаю свой тезис, что цена за принятие в обществе может быть слишком высока, и уже под каждый должен сам выбрать. Может он это перенести спокойно, без доживных мук. Или может лучше остаться одним, но зато в гармонии с собой. Сейчас моя вторая зелёная карточка аргумент в пользу внушаемости как благ. Коллективно думать эффективнее. Я неоднократно привожу в своих дискуссиях аргументы, основанные на данных профессора Сергея Савельева о энергетических принципах работы мозга. Эти принципы объясняют многое из того, что мы затрагиваем в своих дискуссиях. Мозг при том, что составляет порядка 2% от массы всего тела, в спокойном состоянии потребляет около 10% всей энергии организма. А во время активного думания расходует уже порядка 25%. Это очень энергозатратно, поэтому с целью экономии энергии мозг стимулирует человека меньше дум. Во время недумания мозг вырабатывает химические вещества, вызывающие в человеке эйфорию. А во время думания наоборот. Выделяемые мозгом вещества вызывают в человеке чувство дискомфорта. Именно поэтому люди и ищут себе лидеров, вождей, начальников, которые будут думать за них. Этот эволюционно сформированный механизм показывает, что мы оказывается вместе, а не каждый по отдельности. Именно этот механизм помогает нам выжить. У меня всё, уважаемая Дульсимея. Хорошо, значит, честно нужно задать вопрос. У меня такой вопрос. Мы понимаем, что тут глупа, а дух бодр. Почему тогда мы должны идти на поводу у организма и экономить энергию, если мы можем действительно потреблять эти 20%, но благодаря этому некоторому дискомфорту получить какие-то новые знания, и эти знания могут быть такими же приятными, что мы получим свои инверсины в процессе работы. Ну вот у большинства не хватает же Духа. Получается, Дух доступен очень небольшому количеству людей. И это только подтверждает этот эксперимент. То есть большинство всё-таки будут экономить энергию и пойдут на поводу своего тела. Но тут же ещё один нюанс. Оказывается, тело и то, что ты называешь Дух, оказывается, это всё взаимосвязано. И Дух зависит от реакции тела, от тех веществ, которые мозг выбрасывает в кровь. Я согласна с твоими словами, но у меня туда ещё одно возражение. Вот ты как спортсмен понимаешь, что спортсменов мало. Мало кто хочет заниматься активными физическими упражнениями, хоть это очень полезно для того же тела. Тело, как ты и сказал, хочет пребывать в покое и тратить энергию ни на что. Но мы же знаем, что если ты потренируешь тело, вопреки даже его желаниям, то тело потом обрадуется, потому что будет лучше мышечная масса, лучше здоровье и все остальные показатели. Ну, по факту мы же не видим этого напряжения. Потом, что касается спорта, как ты сказала, то мало людей занимается спортом. Большинство занимается физкультурой для удовлетворения самых разных своих желаний. И желание, может быть, возвыситься над другими. Вот желание возвыситься над другими способствует тому, что человек занимается спортом или физкультурой. Опять-таки у меня есть возражение, потому что здесь ты сказал правильно про спорт, но я имела в виду просто активные физические упражнения. Я как инструктор иногда очень часто вижу людей, которые не в состоянии выполнить даже простую зарядку, которая им предлагается, чтобы у них не начались какие-то боли от мышечных до суставных. То есть до начала зарядки человек вообще уже несколько десятков лет ничего не делал, потому что шёл на поводу своего организма. Опять-таки вопрос. Может, всё-таки стоит преодолевать, заставлять себя преодолеть это? Это желание запастись этой энергией, ведь ты же её всё равно никуда не тратишь, и она даже тебя убивает, сохраняясь, потому что мы знаем, что движение — это жизнь. Насчёт вот этой зарядки. Есть такой психолог Хасай Алиев, и он разработал метод ключ, метод релаксации очень лёгкий. И по его методике надо заниматься повторяющимися движениями. При многократном повторении человека эти движения вводят в транс. То есть люди занимаются физкультурой не для того, чтобы натрудиться, а для того, чтобы войти в транс. Самый простой способ войти в транс — это просто пешая ходьба. Второй вариант, более эффективный, чем ходьба, — это бег. Недаром многие люди бегают, целые движения бегунов у нас есть. Оказывается, они просто через бег входят в это состояние транса, релаксации. То есть за этим стоит чисто физиологическая потребность войти в состояние, в котором тебе будет приятно. Но это никак не связано с темой, той, которую мы обсуждаем. Вот именно те люди, которые занимаются физкультурой, они входят в состояние внушаемости. Они делают, как все. Вот в беге люди все бегут, они вместе. Это просто коллектив внушаемых людей. Они в состоянии внушённости в это время. Хорошо, принято. Слушаю твой третий красный аргумент. Мой третий красный аргумент. Белая ворона. И в сети, в котором их в фильме, была только одна девушка, которая осталась верна себе. Завида-то не выдержали. Хотя объяснили себе и учёной, что это очень маловажные вопросы, и если бы дело касалось важных глобальных истин, они, дескать, не уступят. Но верится с трудом. В одной мудрой книге написано «Верен в малом, верен и во многом». То есть, чтобы остаться верным в себе и не утратить индивидуальность, которой ты наделён при рождении, нужна большая смелость, уверенность в истине, которую ты отстаиваешь. Осознание, что белая ворона с чистой совестью и внутренним миром — это довольно-таки неплохо. Я закончила, уважаемый Дон Кихут. Вот ты сказала о белой вороне, что это у неё смелость вроде. Но из того, что мы уже сказали, получается, что дело тут не в смелости, а вот именно в физиологии этого отдельного человека. То есть, она относится к тем, которые ведут за собой. То есть, она неведомая, она ведущая. Такие люди тоже есть, их порядка, условно, скажем, 20%, которые выбиваются из общего хора. То есть, если есть ведомые, должен же быть и тот, кто ведёт. Что ты на это скажешь? Я скажу, что, глядя на девушку, я так и не могу, я с ней не знакома сказать точно, но мне показалось, что она даже вот не лидер, а именно такой человек, который любит оставаться верен себе. Она не призывала других поступить так, как она, она не взывала к их совести, чтобы они как-то более внимательно посмотрели. Она просто высказала своё мнение и осталась ему верная до конца. Всё. Я же снова хочу сказать, что такие люди тоже есть, просто их в процентном отношении меньше, чем всех остальных, которые внушаемы. Или хотят быть внушаемы. Давай я озвучу, уважаемая Дульсине, свою третью красную карточку аргумент в пользу внушаемости как благо. Звучит он так. По сравнению индивидуализма. Наличие эффекта внушаемости ставит жирный крест на индивидуализм. Оказывается, индивидуализм – несостоятельная мировоззренческая концепция. Он рассматривает каждого отдельного человека как независимый от всех остальных людей-единист. Но через механизм внушаемости все люди сливаются в один единый думающий орган. Собравшись все вместе, люди превращаются в новый организм. Все люди на планете Земля превращаются в человечество. Существует научно разработанная теория демографического перехода, согласно которой численность человечества будет расти до порядка 11 миллиардов человек. После чего рост остановится и наступит равновесие. В этот момент по философскому закону перехода количества в качество человечество изменит свое качество. Оно приобретет черты единого организма на уровне всей планеты. А это уже откроет новые перспективы для дальнейшего развития человечества. Таким образом, внушаемость работает на эту перспективу. У меня все, уважаемая Дурсинея. У меня есть возражение, что звучит это очень неплохо. Один организм, но этому организму все равно нужен мозг, и мозг будет, как ты сам сказал, 2% от всего тела, и там будут как раз индивидуалисты, которые будут руководить этим единым организмом. А потом мы это все уже проходили, когда тебе объясняли, что ты один маленький винтик в большой социалистической машине, которая движется к коммунизму. Но, как показало время, не всем это понравилось, и мало кто хотел быть винтиком, и все стремились как-то выразить свою индивидуальность. И даже если мы возьмем детские развивающие центры сейчас, то как раз они направлены не на то, чтобы хвести всех под один знаменатель, а выявить особенности ребенка и помочь ему развиться, и стать полноценным членом общества, не утратив индивидуальность. Что ты скажешь, Кихот? Я думаю, что все вот эти танцы вокруг индивидуальности, это чистая профанация и некий обман, то есть заигрывание с человеком, что вроде бы он индивидуальный. На самом деле ему не открывают правды, что каждый человек не до такой степени индивидуален, как это описывают в средствах массовой информации, в книгах, в фильмах. Как говорил один человек, каждый начальник, это можно спросить у начальника, насколько люди индивидуальны. То есть через руки начальника проходят много работников, много людей, и любой начальник скажет, что всех людей можно поделить на несколько групп. То есть они вроде бы индивидуальны, это им так кажется, но со стороны начальника они все вписываются в какие-то отдельные типы людей. То есть есть определенные типы, и в рамках этих типов они одинаковые эти люди. Я закончил. Хорошо. С твоим мнением я могу сказать только то, что действительно на работе нас делят на две группы людей, на процессников и на результатников. Но если копнуть глубже, то ученые признают, что из той и другой группы есть достаточно большой потенциал индивидуальных качеств, которые при благоприятных условиях могут выдать что-то новое, что-то интересное на пользу всему человечеству. Решать, кто из нас прав, мы предоставим нашим зрителям. У меня все. Ты будешь говорить итог или ты сказала итог? Да, я сказала, а теперь ты. То есть я говорю итог, да? Да, я говорю. Да, я пройдусь по всем нашим аргументам. Каждый наш аргумент, три твоих, три моих, они характеризуют наше явление, и мы исходим из того, что все наши аргументы это неотъемлемое качество этого вопроса, который мы рассматриваем. Внушаемость людей скорее благо, чем зло. То есть внушаемость, судя по нашим аргументам, это и благо, это и зло, но в каждой отдельной ситуации проявляется больше тот или иной аспект. Но ты сказала, что это зло, потому что человек утрачивает индивидуальности. Да, человек утрачивает индивидуальности, но тут еще вопрос, а есть ли это индивидуальность? Может, это больше надумано, чем это есть на самом деле? Второе, цена за принятие. Что человеку сказали, что его, оказывается, обманули, он понял, что он поддался всеобщему мнению, под всеобщим мнением он принял не то решение, которое он бы хотел принять самостоятельно. Белая ворона, то есть есть все-таки белые вороны, которые не являются внушаемыми. С моей стороны, лебедь, рак и щука, если каждый будет индивидуален, то мы не сможем сообща делать какое-то общее дело, потому что каждый захочет делать свое. Я сказал дальше, коллективно думать эффективнее. То есть по той теории, которую Сергей Савельев, профессор, презентует, выходит, что если люди думают, полагаются на мысли другого человека, они экономят энергию и им эффективнее так жить, проще. И по сравнению индивидуализма мой третий аргумент. Тут сказано, что собравшись вместе, люди превращаются в единый организм и вполне вероятно, что человечество станет таким единым организмом, где такой уж махровой индивидуальности не будет места. Вот если подытожить все мои аргументы, все мои и твои, все наши аргументы, то я бы сказал, что внушаемость людей это скорее благо, чем зло. Вот это мой такой общий итог. Скорее благо. Но в отдельных случаях это может быть и зло. Хорошо. Я, конечно, не согласна, но на то мы и оппоненты друг у друга. Попробуем наших зрителей вытказаться в комментариях. Да? Да. Будем прощаться, уважаемые Дульсине, до следующих дискуссий. Пусть все, кто нас видит, кто нас слышит, слушают наши аргументы, размышляют, добавляют свои аргументы и принимают собственное рассудительное решение. До свидания. До свидания, уважаемая Дульсине. Спасибо тебе за эту дискуссию. До следующих дискуссий. Да, до свидания.